Добрый день! С вами Светлана. Я сегодня буду готовить картофельные зразы с грибами. Для этого мне понадобится картофельное пюре. Мы вчера делали картофельное пюре, у меня осталось. И уже повторно разогревать его, оно не такое вкусное, как сразу приготовленное. Поэтому я решила из этого картофельного пюре приготовить зразы. И для этого мне понадобится картофельное пюре. Как готовить пюре, надеюсь, все знаете. Почистили картошку, отварили в солёной водичке, воду слили, толкучкой потолкли. Туда сливочное масло, немножко молочка. Вот вам картофельное пюре. И теперь мне понадобится одно куриное яйцо и мука. Две столовых ложки. Если муки мне покажется малым, я добавлю ещё. И всё это хорошенечко разминаем руками, чтобы у нас было однородное тесто. Зразы эти можно готовить со свежеприготовленного картофельного пюре. А можно готовить на следующий день, если останется пюре. Такие зразы можно готовить как с грибами, так и с мясом, с луком и морковкой обжаренными. Главное, чтобы картофельное пюре было без комочков. Я добавлю ещё одну ложечку, готовить на 1 кг картофельного пюре, 3 столовых ложки муки. После того, как перемешали все ингредиенты для нашего картофельного теста, нам ещё понадобится мука, панировочные сухари и грибы. Грибы я обжарила вместе с луком. Нарезайте грибочки, нарезайте лучок. Всё это обжариваем до испарения лишней влаги. Грибы можно использовать любые. У меня лесные, вы можете использовать шампиньоны. И теперь берём небольшой кусочек картофельного теста. Слегка покрываем его мукой, чтобы к рукам тесто не прилипало. И формируем лепёшечку. Вот такая лепёшечка должна у вас получиться. Берём начинку. И, как обычный пирожок, закрываем. Тем временем, пока мы делаем зразы, ставим в сковороду, разогреваем её. Наливаем растительное или сливочное масло. Лучше использовать топлёное масло. Оно не так дымится и не так коптит. Вот такие вот зразы получаются. Обратно берём. И таким образом делаем все наши зразы. В начинку вы можете дополнительно добавить обжаренный лук с морковкой. Всё это перемешать. Можно просто грибы и лук. Можно только морковку и лук. Можно использовать мясо. Кто с чем любит. Это такой универсальный рецепт. Осталась пюрешка. Сделали. И на следующий день пюрешка уйдёт. На уран. Ну, уже в новом блюде. Закрываем хорошенечко, чтобы наш пирожок во время жарки не распался. Вот такие вот красотульки получаются. Таким образом мы делаем все остальные наши зразы. Теперь отставляем в сторонку пюре начинку. Берём наши панировочные сухари. Берём наши зразы. И перед тем, как жарить, покрываем их панировочными сухарями. Это делается для того, чтобы на наших зразах была такая хрустящая, симпатичная корочка. Вот таким вот образом. Если панировочных сухарей нет, то можете ни в чём не обваливать. Мукой не увлекайтесь, потому что во время жарки мука горит. Масло раскалилось. И чтобы, когда мы будем помещать наши зразы на сковороду, чтобы масло не брызгало, на сковороду сыпнем немножечко соль. Соль уберёт из масла лишнюю влагу. И брызгать масло уже будет не так. Такой же способ можно использовать для жарки пирожков. Или чего-то ещё. И аккуратненько выкладываем. Вот видите, уже масло не брызгает в разные стороны. И теперь на небольшом огне жарим до золотистого цвета с двух сторон. Вот я перевернула зразы. Вот такого цвета золотистого не должны получиться. Жарим буквально по 2-3 минутки с каждой стороны, не больше. Жарится первая скорота со зразами. Я вам покажу ещё, какую начинку можно использовать. Здесь у меня обжаренная морковка с луком. А здесь обжаренные грибы. Но я их после того, как обжарила, перемолола в блендере. Теперь вот в эту начинку я добавлю немножечко майонеза. Буквально 1-2 столовых ложки, не больше. И всё хорошенечко перемешиваем. Вот такие вот зразы получились. Это вот просто с грибами и луком. И теперь берём точно так же тесто наше картофельное. Берём нашу начинку. И таким же образом запечатываем шёвчик, как обычные пирожки. Вот такая вот красота получается. Таким же образом пересыпаем панировочными сухариками. И отправляем жариться на скороту. Вот такие вот зразы с грибами получились. И обязательно получится у вас. Я вам хочу показать, какие они враты везли. Эти просто с грибами, а по краям грибы, морковка и лук. Они ещё тёпленькие. Вот так вот она выглядит с грибами. Хрустящая корочка, нежное тесто и начинка. Вот так вот выглядят перемолотые грибы, лук и морковка. Подаются зразы со сметаной. Их можно кушать как в тёплом, так и в холодном виде. Надеюсь, вам рецепт был полезен и интересен. Если да, то ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы. Если вы ещё не подписаны, то обязательно подписывайтесь. На канале много всего вкусного и интересного. И каждый обязательно найдёт что-то для себя. Всем пока-пока. До скорых встреч.